Добрый день всем еще раз. Рада всех видеть. И единственное, я должна предупредить, что то, что я сейчас собираюсь рассказывать, несколько не застыкуется с тем, что я, собственно, изначально предполагала, о чем я предполагала говорить. То есть объект остался тем же, это Леонтий Васильевич Дубль, который на протяжении многих лет был практически главным человеком в третьем отделении, то есть тайной полиции. Безусловно, он был не главным начальствующим. Главным начальствующим при нем были Александр Фристофорович Бенкендорф и далее Алексей Федорович Орлов. Однако, так как эти двое не очень любили работать с бумагами, они были слишком, видимо, заняты для этого и слишком заняты этими совсем серьезными делами, то, собственно, составлением бумаг, докладов, рапортов и прочей документации занимался в основном Леонтий Васильевич Дубль. Поэтому, если мы говорим о документах, которые он сообщал, я просто запнулась, поскольку я хотела сказать о эго-документах, но это как раз требует комментариев, которые я как раз сейчас дам. Так вот, объект остался тем же. Однако, когда я начала работать, собственно, с документами, принадлежащими Леонтию Васильевичу, я поняла, что их, во-первых, слишком много. Во-вторых, сначала мне казалось, что я, когда я цитировала это в Фейсбуке, и какие-то я цитаты приводила коллегам, мне казалось, что это я выбираю какие-то очень странные, курьезные и такие несколько желто-журналистские его комментарии и фразы или сообщения. Однако при фронтальном просмотре его документов я пришла к неожиданному выводу, что, в общем-то, Леонтий Васильевич тяготел к вот этим сообщениям сам. Этим тяготел настолько сильно, что периодически его записки, служебные записки и записки рабочие оказываются сборником таких совершенно неимоверных, то ли гоголевских, то ли, опять же, желто-журнальных, то ли вот криминальных, хроникерных каких-то сообщений. И их достаточно много, они очень детализированы часто, и я пришла к выводу, что Леонтию Васильевичу как раз эти детали очень нравятся. То есть он без этих деталей, видимо, не может, хотя фактически, видимо, они не нужны. Для чего я это сейчас сказала? Я должна извиниться, потому что у меня, видимо, описательная часть моего доклада будет превалировать над аналитической, поскольку Дубельт, во-первых, теперь представляется мне таким прозёванным, не то чтобы гением, но писателем, которого не заметили по понятным причинам, поскольку он официально не был писателем, или журналистом. То есть это человек, который создавал тексты, и создавал тексты, жанр которых достаточно сложно определить, но часть этого определения жанра, безусловно, относится к эго-нарративу. И сейчас я кое-что об этом скажу. Итак, как я уже сказала, и как, я думаю, что большинство знают, Леонтий Васильевич Дубельт находился в течение почти 20 лет в центре и одновременно на вершине тайной политической полиции Российской империи. В 1835 году, безусловно, при Николае I, он начальник штаба корпуса жандармов. И с 1839 года до 1856, то есть точно до конца правления Николая I, и не то чтобы между царствием, но, в общем, некоторое время, когда старые кадры еще не меняли. До 1856 года он управляющий третьим отделением, собственно, его императорского величества, канцелярии. В течение жизни Леонтий Васильевич Дубельт составлял разного рода документы. И как эго-документы личного характера, причем он писал как заметки, так и дневники, так и полуофициального, так и служебного, то есть, собственно, официального. И надо сказать, что Леонтий Васильевич представляет собой уникальный случай. То есть, это человек, который знал буквально о том, что происходит в империи, в Российской империи, и за ее пределами, ну, не то чтобы все, но практически все, что можно было знать в то время. То есть, у него была абсолютно уникальная информация, как политического, так и частного свойства, которое приходило к нему из разных источников. Он буквально знал все, что происходит. Итак, те документы, о которых я сегодня хочу поговорить, делятся на три части. Вернее, говорить я буду о трех видах документах, но есть еще и четвертая часть, о которых я сегодня говорить не буду, иначе это совсем окажется цикл лекций, а не один доклад. А именно, значит, Дубельт вел на протяжении части своей жизни какие-то личные дневники. Он вел отдельные, не неведняковые, личные отдельные записи, в которых он записывал что-то вроде афоризмов. Я потом приведу цитаты. И в том числе Дубельт вел некие, ну, время от времени он писал записки для сведения. Это уже служебные записки. Он их писал в 1845-1846 году, а далее с 1849 до 1855 года. Возможно, даже до начала 1856, но я просто не досмотрела это в Гарфе. Итак, эти записки он отправлял своему начальнику, графу Алексею Федоровичу Орлову, когда тот находился не в Петербурге, когда тот ездил по служебным в основном делам, а именно он в основном сопровождал государь-императора в его поездках. И эти служебные дневники, служебные записки ежедневно доставлялись Орлову курьерской почтой и возвращались назад с его резолюциями. То есть Дубельт пишет сообщения чернилами, и слева или внизу Орлов делает пометки. В основном пометки были характера «слава богу» или «очень хорошо» и «слава богу», поскольку, видимо, Орлов был, в общем-то, доволен тем, что происходит в Петербурге в его отсутствии и тем, как об этом сообщает ему Дубельт. Здесь, прежде чем я перейду, собственно, к цитатам, есть два нюанса. Во-первых, третье отделение, о котором я уже говорила несколько раз, и присутствующие уже, видимо, потустали, я боюсь, от этого. Третье отделение занималось, то есть сфера действий третьего отделения, его интересов очень широка. И определить ее можно самыми только общими фразами, как, например, оно ведало всеми, без исключениями, происшествиями происходящими в Российской империи. И вот тут сложный момент, что именно подразумевать под происшествиями и событиями. Некоторые происшествия и события были совершенно традиционными, и отделение третьего отделения, каждая из них занималась ими. Например, это были политические преступники, наблюдение за сосланными, опять же, политическими преступниками, теми людьми, которые находились под строгим или не строгим политическим надзором. Сообщение о мошенниках, сообщение о каких-то предполагающихся крестьянских волнениях, сообщение о каких-то криминальных, выходящих из ординарного состояния действиях и событиях. И отдельные события вроде пожаров, эпидемий и каких-то там, я не знаю, убийствах, например, если убийства совершены крестьянами помещика. Однако, здесь есть нюанс, о каких именно сообщать событиях и как. И этот выбор зависел от Дубельта. И надо сказать, что человек был очень своеобразным. Я сейчас не хочу углубляться в биографию Дубельта, но биография была непростая. Он получил очень неплохое образование, обладал многочисленными знакомствами, естественно, неплохим воспитанием. И это был очень вежливый человек, который, видимо, очень хорошо умел менять регистр общения как устного, так и письменного. И мог создавать абсолютное впечатление и репрезентовать себя таким образом, для получения того образа, для создания того образа, который ему был нужен. Так, например, Герцен вспоминает о Дубельте как о единственном вежливом, то есть, точнее, учтивом человеке. Когда Герцен уезжал из Петербурга, он упоминал о Петербурге как город, в котором, учтив один Дубельт, и, в общем, был обманут его вежливостью, потому что говорил, что ему кажется, что Дубельт начал уважать его. Насколько мы помним, цитату о том, что Дубельт сказал, что нет такой осины, или как-то так, на которую он не повесил Герцена, Александр Иванович ошибался очень сильно. Тем не менее, круг интересов Дубельта, помимо службы, а служба составляла, видимо, он жил службой, составляла основной круг его интересов. Судя по всему, его интересовали деньги, карточные игры, актрисы, любовная сфера и любого уровня, в основном не очень высокого, какие-то курьезные происшествия. То есть, это был такой любитель интриг, скандалов и расследований. И здесь, видимо, каким-то счастливым для него образом, служебное положение совместилось с его искренними и интимнейшими интересами. То есть, он по служебному положению знал очень много и о карточных игроках, и ходили упорные слухи, что он был одним из участников очень серьезного подпольного карточного образования, какого-то, я не могу сходу вспомнить приличного слова, но, в общем, объединение, которое занималось тем, что обыгрывало заезжих провинциалов на очень большие деньги. Дубль к нему участвовал, видимо, зная о нем, все-таки покрывал его. И его записи, то, что он выбирает в своих служебных записках в качестве тем и объектов, как раз свидетельствует о его интересах и интересах его в темной стороне человеческой натуре, каких-то событиях. И здесь получается, что его служебные записки являются как раз во многом его личными документами. То есть официально они служебные, они предназначены для чтения начальства его непосредственного, а вслед за ним и, видимо, царь, поскольку Орлов сопровождал Николая I в поездках. Но, с другой стороны, вот предельная субъективность Дубльта в выборе тем, имен, и, главное, лексических особенностей в том, как он это описывал, в общем, дает, ну, понятно, с некоторыми оговорками, дает возможность описать эти служебные записки как эго-нарратив, эго-документ и определенные вот такие очень своеобразные дневниковые записи. Прежде чем я приду, наконец, к цитатам, должна сказать, что в научный оборот введены записки для сведения только за 1849 год. Однако, также есть записки, как я уже упомянула, за 1845-1846 годы и с 1850 по 1855 год. Отчасти я буду цитировать их, но не так много, поскольку иначе это превратится в просто зачитывание отдельных вещей. Итак, как я уже сказала, Дубльт выбирает какие-то курьезные, явно его занимающие вещи и описывает их. Так, например, вот одна из записей, первых записей за его, я хотела сказать, дневник, но это из служебных записок 1845 года о том, что, я отчасти зачитаю, владелица дома за плацом Лейдварда Семеновского полка водова купца Лядова в 1841-1942 году жаловала спокойному графу Бенкендорфу, что во время стрельбы в цель пули перелетают через свал и разбивают в окнах стекла, подвергают опасность ее детей-жильцов. Простите, я тут ошиблась, пока переписывала. Об этом была переписка с начальником штаба гвардейского корпуса, который отвечал, что другого удобного места для стрельбы в цель нет, но что будут приняты самые строгие меры для предосторожности. И далее Дубльт описывает детали. «Ныне во время стрельбы в цель пуля пролетала через вал, разбила два стекла в доме Лядовой, вышел из рук невестки ее гребень, ударив с печь, раздробила образец. Его императорское высочество повелел передать об этом из устно начальнику штаба гвардейского корпуса, что и будет исполнено». Зарисовка, которая, во-первых, не так, видимо, важная. Можно было бы отметить просто, что произошел такой инцидент, но Дубелю важно дать детали. Он делает совершенно кинематографическую картинку. Пуля прилетает через вал, разбивает два стекла, вышибает из рук невестки гребень. Тут мы можем представить совершенно ужас вот этой купеческой невестки, которая расчесывает свои длинные волосы, видит, что у нее выбился гребень, удивительно, ее не убило. Но прекрасно и то, что об этом никто, видимо, не волнуется. Здесь отчасти описание Дубельта, но отчасти, и, видимо, какие-то реалии Николаевской России, в которой происходят вот такие события. Однако, в общем-то, об этом не нужно составлять рапорт, чтобы не беспокоить людей и изусно просто сообщить начальнику штаба гвардейского корпуса. Извините, а там образец или изразец? Да, образец. Образец. А чего? Образ, образ, видимо. Образ, да. Да, но надо сказать, что Дубельт делает некоторые описки иногда. Пишет он, видимо, эти записки без черновиков. И вот, что еще удивляет, кстати, хорошо, что вы спросили, я забыла об этом сказать. Дубельт владеет, видимо, вот этой способностью сразу формулировать легко таким вычищенным языком формулировать какие-то вещи, которые обычно писались тяжелым казенным языком. Далее, вот еще одна цитата, из которой мы увидим, что Дубельт описывает то, что явно его интересует. Некий полковник, тем более отставной бывших польских войск, что уже сомнительно, что уже должно проверяться, и вообще это не очень хорошо, и явно неблагонадежно. Он нанимает в Бресте на три месяца дом, но однако о нем знает, что он игрок, великий игрок, и у него будет собираться для игры большое общество. Далее Дубельт описывает, я сделала только часть из, привела, вернее, только часть из выписок. Дубельт описывает вот всю эту историю, как этому полковнику не разрешили снять дом, поскольку знает о том, что он игрок, и далее Дубельт как раз смакует именно то, что игроку не получилось в общем-то воплотить свои какие-то явно недобродетельные и неблагонадежные намерения. Еще одна цитата, и вот здесь надо сказать, что это одна из излюбленных тем Дубельта. Какие-то криминальные, даже или полукриминальные рассказы, или полухроники, рассказы о мошенниках, рассказы о всякого рода, в общем-то, неблагонадежных людях и способах их, и попытках их обмана полиции и тайной полиции. И тут совершенно замечательное с моей точки зрения описание. Находящийся под надзором полиции в городе Мглини дочь протерея Коробкова просит от звонения отправиться в Москву для распоряжения оставшимся там имуществом. Коробкова в течение нескольких лет ложно называла себя полковницей и, разъезжая по разным местам, распускала слухи, что она имеет от шефа жандарма в секретные поручения, объявляла покровительство раскольникам и другим людям, находящимся под наказанием, и вымогала у лиховерных значительные суммы денег. За это она была выслана из Москвы в Мглини под надзором полиции. Просит возвратить разрешение ей приехать в Москву, однако ей не разрешают. И вот на фоне такого казенного, во многом архаичного языка коллег Дубельта и работников различных министерств язык Дубельта, который отличается, он кажется вычищенным, он явно предстает таким последователем пушкинского направления в литературе, если можно так сказать. У него есть некие такие наброски и сюжеты, которых он вот таким прозрачным языком описывает. Ложно называя себя, называла себя полковницей, разъезжая по разным местам, распускала слухи и так далее, он не повторяется, у него практически нет тавтологии, и у него если и есть я имею Дубельта какие-то казенные фразы, которые он использует, и архаические обороты, то они встроены в общий текст таким образом, что они не утяжеляют его, а дают ему как вот церковно-славянизм в попытках реформировать язык XVIII века некоторую весомость и некоторую пикантность его речи. Говоря о приверженности Дубельта пушкинскому направлению в литературе, безусловно, я здесь не очень серьезно, должна сказать, что я с удивлением обнаружила множество микросюжетов и описаний, которые роднят тексты Дубельта с текстами Гоголя. И вот как лексически, так и сюжетно. Так, например, совершенно мелкое событие, о котором Дубельт почему-то решает рассказать, опять же, Орлову, вероятно, решая ей повеселить того. Генерал-лейтенант Перфилип доносит, что в Москве подполковница Толстая за долги колеческому асессору Глазунову и купцу Зевакину была посажена в тюрьму, и что она при этом случае оказывала чрезвычайное сопротивление и позволяла себе разные неприличные выражения. На другой день госпожа Змиева внесла за Толстую долг, и Толстая из тюрьмы освобождена. Вот все понятно, что это настоящая фамилия, однако через некоторое время после чтения сообщений Дубельта создается впечатление, что то ли он подбирал какие-то события, обращая внимание также и на забавные фамилии, то ли просто Николаевская действительность вполне адекватно описывалась Гоголем, из чего получается, что Гоголь реалист и писатель реалистического направления. Сейчас я пролистну вперед, а потом назад. Так, Дубельт среди множества, повторяюсь, других сообщений говорит о неком отставном губернском секретаре Слизине, который просит доставления ему в Париж для привезения тела скончавшейся матери его. Ну, тут макабрическая какая-то вещь, абсолютно тоже гоголевская. И здесь очень странно, как эти официальные документы встречают гоголевские рассказы или получение наследства по смерти бывшего учителя иностранца Сью. И далее, если мы посмотрим на документы, и это не единственный документ, мы видим, что фамилия Слизинь, склоняемая в нужных падежах Дубельтом, упоминается немалое количество раз. Видимо, Дубельт находил некое удовольствие в повторении вот этой смешной фамилии, потому что фраза «Слизинь очень хорошо ведет себя по образу мысли, действием преданности правительству благонадежен, и предводитель дворянства ручается, что от увольнения Слизни за границу не произойдет никаких неприятных последствий. И еще раз, не находит препятствия к удовлетворению просьбы Слизня. Дубельт даже не использует местоимение его, он использует еще раз и еще раз эту фамилию. Более того, помимо, еще раз повторяю, что это не единственный случай, и у Дубельта, видимо, какой-то абсолютно гоголевский вкус к вот этим фамилиям, не отображающим как в классицизме какие-то там пороки или еще что-либо, но просто сами по себе забавных. Далее, некоторые сюжеты абсолютно тоже относят тексты Дубельта к гоголевским. Я доносил вашему сиятельству о безымянном письме с подписью очевидец, коим этот очевидец уведомляет, что гусарского и его императорского величества Михаила Павловича полка поручик Шупинский ударил штатного родмирстра Лукина, и что Лукин отрубил Шупинскому нос. Теперь доносит мне из Твери, что это неправда. Лукин находит в Санкт-Петербурге, а Шупинский с носом в Ржеве. Шутка и каламбур от Дубельта. И опять же, вот через некоторое время не совсем понятно, и у меня закралось подозрение, а вдруг Гоголь вот с его этой фантасмагоречностью, с его этим вниманием к деталям, в общем-то, как некий приехавший недавно в Санкт-Петербург сторонний наблюдатель, видел вот эти странности Николаевской России и просто адекватно их описывал в своих произведениях и совершенно не пытался сделать смешными, просто действительность была такова. Но мы не знаем. Или мы в Дубельте потеряли еще одного прекрасного сатирического писателя. Так, по поводу подбора сюжетов. Далее Дубельт не останавливается и среди описаний поляков, наблюдений за сосланными, наблюдений за теми, кто попал в сферу внимания тайной полиции, он представляет некоторые тексты и сообщения со сквозной темой о Бороде. Тут, правда, следует сказать, что все-таки это была, далее эта тема развивалась и государем-императором, и не только Дубельтом. Но, опять же, если посмотреть на, опять же, такую гуглевскую не то чтобы мелочность, но внимание к деталям, для того, чтобы проверить, как молодые люди из дворян отпустили бороды, для этого, для собрания сведений об этом, был послан в Симбирск старший адъютант Нейков, или Нейков, который удостоверился, что действительно носит бороды. И далее перечисляются дворяне и делается предположение, что дворяне носят бороды и из подражания иностранцам, и для того, что это не нравится правительству. Далее, здесь я не буду так подробно цитировать, однако, эта тема с бородой продолжается, она вновь и вновь возникает в записках Дубельта, и спрашивается разрешение, в общем-то, понять смысл которого сходу, мне кажется, не так просто. Дело в том, что бороду нельзя носить дворянам, если они носят при этом мундир, однако, оказывается, что нельзя таким образом сформулировать, просто нельзя сформулировать, что нельзя носить бороду при мундире, поскольку мундир, оказывается, могут носить и купцы, и может выйти от этого неловкая ситуация. Из-за этого Дубельт посылает Орлову несколько сообщений, Орлов передает их царю, и заканчивается это вообще тем, что царь, как мы помним, запрещает вообще носить бороды дворянам, служащим, и совершенно замечательно здесь выражение, его величество почитает недостойным русскому дворянину увлекаться слепым подражанием всем западным затеям, так называемой модой, и что даже само слово мода нехорошо, что ношение бороды тем более неприлично, что всем дворянам предоставлено право ношения мундира, при котором отнюдь не позволяется иметь бороду, ну и так далее. Однако здесь, как повторюсь, в этом описании и в участии в разбирательстве бороды участвует вполне себе царь. Далее, есть целая группа тем, в которой Дубельт особенно искусен и особенно хорош, и есть время от времени он сообщает о каких-то полукриминальных или там иных чрезвычайных происшествиях, однако есть некое опять же несоответствие возможно кажущееся между незначительностью этих происшествий и той детализацией, которая ей придает Дубельт. И тому возможно вчитываем мною, но тем не менее мне кажется через некоторое время очевидным удовольствием, с которым он с этими деталями работает и которых он напоминает. Хотя эти детали в общем-то не так важны видимо для начальника, для главного начальствующего тайной полиции, которая находится не в Петербурге и тем более, что вопрос уже разрешен. Вот в цитате, которую я привожу, происходит драка между юнкерами, которые пришли в трактир и прапорщик Игнатович последний за это ударил по лицу и дал повод к общей драке, последствием которой было изгнание трактира. Далее как раз вступает Дубельт со своим подписанием, который сообщает, что по возвращению в казарму юнкера заметили, что двоих не доставало и полагая, что они задержаны, единогласно решились освободить их и отомстить за оскорбление. С этой целью пятеро из них вооружились ружьямицы с тисаками и все вместе с прочими пошли опять в трактир, разломали там запертую дверь, ранили сердельца и прибили буфетчика. Далее оказалось, что когда пришла полиция уже в трактире никого не было, но юнкера погасили свечи, когда пришли к ним и скричали вон в полицию, бросились с оружием на нижних чинов, двоих ранили и преследовали по улице. Далее мы еще видим еще больше деталей. Оказывается, юнкер Иванов выстрелил обломком штукатурки, выломал двери и полиция попыталась обладать бунтующими, но при этом юнкера ушибли болениями семерых и ранили нижних чинов. И далее список тех, кого именно ушибли, а кого ранили. Я просто не стала его приводить, значит, там совсем бакабрические детали. И вот этого, опять же, достаточно много. Поразительно при этом, что даже в таком обыденном деле, как просмотр бумаг арестованных, Дубельт даже там находит какие-то курьезные детали. Среди служебных записок, как я уже упоминала, напечатанная часть относится к 1849 году. И логично предположить, что большая часть как раз этих сообщений будет относиться к расследованиям Кружка Петрашевского. Так оно и было. Однако Дубельт и здесь добавляет некие детали, которые делают из этих сухих описаний какие-то иногда сентименталистские, иногда романтические, иногда я даже затрудняюсь сказать, как именно стилистические и к какому направлению литературы эти описания относятся. Так, в бумагах содержащегося в крепости Арестанта находит тетрадь. Тетрадь представляет третье отделение и Дубельт описывает, что в ней описывается поэма и в поэме сначала выведены соблазны сатаны и только потом описывается, но в благонамеренном духе события в России от времени Петра Великого. Вот Дубельту важно описать, что там сначала про сатану, а потом про Петра Великого, хотя, в общем-то, даже он понимает, что ничего неблагонамеренного там нет. Далее следующее. Да, вот этого действительно очень много и такое обилие цитат, которые я привожу, которые может утомить слушателей, наверное, уже отчасти это сделала. Я все-таки решила сделать немало этих цитат ровно для того, чтобы показать, что вот подобные вещи, подобные сюжеты не моя субъективная выборка, хотя отчасти она таковой является, поскольку там слишком много всего. Но действительно доля вот этих странных, детализованных и описанных в художественном стиле сюжетов у Дубельта действительно большая. Так вот, помимо описаний сюжетов, о которых я упоминала, помимо описаний возможных заговоров, причем заговоры обычно или донесения о заговорах заканчиваются сообщением Дубельта о том, что люди, которые о них донесли, сумасшедшие в буквальном смысле слова. То есть у них или они контужены в голову, или при опять же каких-то происшествиях у них вытекла часть мозга, и однако это никак им не повредило в умственном отношении, они все равно доносят. Но тем не менее Дубельту важно с одной стороны видимо этим самым убивает двух зайцев. показывает, что ничего страшного в России не происходит, показывает, что те люди, которые сообщают о заговорах, они буквально сумасшедшие, у них буквально нет мозга, иные люди не могут сообщать о тайных обществах. И с другой стороны удовлетворяет вот эту свою страсть к курьезным и физиологическим детали. Одну из, я уже несколько раз пытаюсь к этому перейти, один из кластеров сообщения Дубельта составляет также вот такие описания умиления действиями государя. Помимо всего прочего, Дубель не забывает напомнить о том, что он верноподданный и что он очень искренне и опять же душевно и лично относится к событиям, касающимся царской фамилии и событиям, которые с ней происходят. И вот здесь Дубельт описывает, я не стала приводить цитаты, где он просто умиляется тому, что происходит, но Дубельт иногда, пользуясь личным способом нарратива, личным способом описания, дает очень осторожную критику отдельным членам царской фамилии, а именно одному из них это великому князю Михаилу Павловичу. Дубельт, видимо, его очень не любит и аккуратно позволяет себе такие инвективы, что Михаил Павлович своим слишком жестким поведением бросает тень на светлое имя императора и в общем-то портит его имидж. Вот поразительно, что здесь описание Дубельта от служебной это единственное место, в котором он полностью совпадает с теми вещами, которые он описывает в личных записях. Вот на описании своей любви к монаршему, к монаршей семье, к членам императорской фамилии происходит совпадение его служебных записок, тем его служебных записок и личных. Здесь я уже цитирую его личные записи, и он аккуратно видимо делает такую инвективу в сторону Михаила Павловича, который является наставником кадетских корпусов. И здесь я хочу перейти к следующему блоку эго нарратива Дубельта, его личные записи. И надо сказать, что по сравнению с его служебными записками эти личные записи абсолютно не выглядят личными. В сравнении с ними служебные записи гораздо более интимные, субъективные и личные, чем вот эти записи. То есть весь корпус записей Дубельта, которые он делал, вроде бы как для себя и для своих сыновей, выглядит таким образом. Это какие-то афоризмы, которые прославляют государя, прекрасное правление и ругают Запад. Некоторые из них совершенно замечательные. Россию можно сравнить с интимским платьем, у которого лоскутки сшиты одной ниткой и славно и красиво держатся. Эта нитка есть самодержавие, выдерни ее и платье распадется. Инвективы в сторону Запада постоянны. Не лучше ли красивой молодости России дряхлой длинной старости Западной Европы? Она 50 лет ищет совершенства и нашла ли его, так как мы спокойно и счастливы под управлением наших добрых государей, которые иногда могут ошибаться и ошибаются, Дубельт создавал эти личные записки и писал их вроде как для себя. Можно предположить, что Дубельт подозревал, что эти записки будет читать кто-то из его коллег и явно донесет о них государю или ближайшему окружению императора. Вероятно, Дубельт не доверял вообще никому и в своих личных записях он ограничивался теми темами, которые вы, например, видите в этих цитатах и другие он не добавлял ничего личного в личных записках, личные в служебных. И далее вот еще цитаты из этих личных записок. Да, еще раз подчеркиваю, личные записи Дубельта состоят только из этого. Оказывается, что если про Александра Павловича говорили, что он на троне человек, то про Николая надо сказать, что на троне это ангел, сущий ангел. И далее идет молитва о том, как надо всем молиться, чтобы этот ангел сохранился на троне подольше. Далее совершенно замечательное рассуждение Дубельта. Он, видимо, вот очень странно, потому что Дубельт, видимо, здесь перегибает палку, как мне кажется, даже для себя. Даже не в виду, что кто-то это будет читать, он рассуждает о том, как с отеческой нежностью, он рассуждает о том, как тяжело живется цесаревным и великим княжнам. И вот, собственно, сам их образ жизни приводит к тому, что они очень нездоровые. С кем сравнивают Дубельт великих княжон? С крестьянками. Крестьянкам что сделается? У них разница в физическом сложении. Крестьянки не носят шнуровок, едят досыто, едят много, спят еще больше, не стыщены ни учением, ни принуждением. У нее развивается одна физическая сила и потом развивается вполне. Вот иногда мне кажется, что здесь Леонид Васильевич издевается над предполагаемым читателем своего дневника, который, опять же, возможно, найдет его и попытается использовать против него. Поскольку дневник, не дневник, а вот эти записи он делал во второй половине сороковых годов, в том числе в мрачное семилетие, то есть в начале пятидесятых годов. Ну, еще из цитат его личных записей. Тут оказывается, что русская промышленность прекрасна, и если кому-то она не нравится, то только щеголем и, в общем, тем, кто избалован какими-то, в общем, столичных жителей, которые избалованы какими-то излишествами. А, в общем-то, для хорошего соотечественника и отечественных производителей прекрасно, все хорошо. Для общей массы покупателей они прекрасны. И вот здесь я хочу процитировать, буквально я сделала несколько цитат, потому что записи примерно все такие. Это третья группа личных, третья группа записей Дубельта и вторая из его личных записей. Это пример записи его, собственно, дневника. А именно это тоже относится к мрачному семилетию. Это самое начало 1850-х годов, кажется, 51-й или 53-й. Личный дневник еще менее личный, чем просто записи, и гораздо менее личный, чем записи служебные. Так, Дубельт ругает как раз Герцена и Головина, уже которые эмигранты и не возвратившиеся на родину и ставшие изгнанниками, где Герцена в частности называют мерзавцем. Далее весь его дневник наполнен сообщениями, например, о кончении короля Гономерского, католический епископ Головинский посвящен митрополитам. И вот есть более интересное, есть менее интересное, но с разных точек зрения сообщения, однако вот его личный дневник примерно такой. Да, тут я цитаты заканчиваю. И здесь получается, да, при этом, если мы обратимся к его служебным запискам, опять же, которые предназначены Орлову, то мы видим сообщение, как, например, около летнего сада кто-то показывает женщинам свои детородные части. Переодетые жандармы наблюдают и стараются поймать его. Вот самый интересный, набор пикантных каких-то субъективно выбранных сообщений, они именно там. Что касается, да, еще я хотела сказать о, все-таки, чтобы не было, не казалось, что записки 49-го года посвящены только курьезам, нет, записки 49-го года служебные посвящены, конечно, кружку Петрашевского, однако там те следователи, которые занимаются петрашевцами, выглядят совершенно как отцы родные. Так, Дубль сообщает, что расследование было начато строго, но как должно оно с большой кротостью, и в следователе проявляется очевидная доброта сердца. Так, вчера, когда Мамбели просил позволения писать своей матери, чтобы успокоить старушку, князь Гагарин первый подал голос, чтобы спросить для Мамбели это позволение. Вот тут старушка-мать появляется, у петрашевцев тут совершенно отеческое отношение к этому всему. И в конце я бы хотела повторить то, что вот этот просмотр, фронтальный просмотр записок Дубльта дает совершенно удивительный эффект. То есть Дубльт создавал абсолютно уникальные, ну, по крайней мере редкие эго-документы, где служебное не отделялось от личного. Даже более того, личное выглядит более официальным, сухим и неинформативным по сравнению со служебными записками для сведения. И в самом конце мне бы хотелось упомянуть еще об одной вещи, буквально маленькую цитату. В комментариях к запискам для сведения написана упомянута удивительная биографическая деталь. Авторы ссылаются на русскую старину, на публикацию в русской старине 1788 года в номере 11, в книжке 11, где как раз она и переведена. Это сведение сообщается. Сведение это следующее, биографическое. С происхождением самого Леонтия связана любопытная легенда, согласно которой его отец прабрый гусар Василий Иванович Дубельк, находясь в Испании, похитил принцессу королевского дома Медина Челли, обвенчался с ней и привез будущую мать нашего героя в России. Далее комментатор говорит, Мария Григорьевна, действительно была происхождение не русского, но с уверенностью можно говорить лишь о том, что это была связь между происхождением этой дамы и ее образованием, однако вот это сообщение о том, что отец Дубельта похитил принцессу королевского дома Медину Челли и обвенчался с ней, ничем не подтверждается. У меня есть после прочтения и после просмотра документов Дубельта сильное подозрение, что, в общем-то, источником этого сообщения является сам Леонтий Васильевич, это абсолютно в его духе, и сочинить себе маменьку, которая принцесса королевского дома, мне кажется, это было вполне в его стиле, духе и интересах. Ну, не интересах в смысле художественных, а не служебных. Я думаю, что на этом все. Спасибо. Большое спасибо. Спасибо.